Всем привет, друзья! С вами Рафаэль Хайтек. В этом видео увидите кратенький обзор видеокарты AMD Radeon RX 7900 XT. Цена такой видеокарточки 100 тысяч рублей, но мне удалось ее купить, конечно же, дешевле, в новом состоянии. И вот так она выглядит. Посмотрим некоторые тесты. А вы, друзья, ставьте лайки и подписывайтесь. Так, возможности видеокарты RX 7900 XT 20 гигов, то есть при топ AMD. 4K экран, море, властелин колец, настройки эпические, без DLSS и прочей шляпы. FPS где-то в открытом месте 55, 60. Ну, похоже на 60. Ограничение тоже 60. В общем, по плавности графики, да, то есть это ультры, максималки. То есть счетчик вот показывает где-то до временами даже 45, да, 48, но по ощущениям я вам скажу, что тут все 60. Процик Ryzen 2 700 X. Старенький. 24 гига оперативки. В общем, такое место там, там локация такая безумная. То есть тут видеокарты, тут 3080 Ti загибалось. При том, что самое интересное у этой видеокарты, производительность в терафлопсах 22.3 только. То есть 3080 Ti было под 40. То есть типа эта карта якобы слабее в два раза, но по графике она мощнее. То есть вообще странно. Очень-очень странно, друзья. Вот такая вот видеокарточка за 100 тысяч рублей. Как вам? Как тебе такое, Илон Маск? В общем, вот так. Так, ну что, смотрим, на что способна видеокарта в Requiem. Вот такая карточка у нас. Предтоп AMD-шный за 100 тысяч. Настройки Ultra 4K. Процессор Ryzen 2 700. Вот, видяшка выдает 45-46 FPS прямо вот в самых максимальных настройках. И в принципе, картинка очень даже плавная. То есть если зайти в здание, конечно, будет побольше FPS. Так, в районе 50. Ну то есть предтоп, конечно, тянет. Давайте посмотрим, сколько у нас терафлопс при этом выдается. Ага, тут у нас уже не показывается. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...